Досмотри это видео до конца, и я гарантирую, что уже на следующей тренировке ты сможешь увеличить свой максимум в подтягиваниях. Я хочу рассказать историю про одного парня, которого я как-то видел на площадке в Лужниках. Поскольку я уже много лет тренируюсь на уличных площадках, у меня скопилось довольно много разных интересных историй, и это одна из них. Так вот, этот парень, он хотел научиться подтягиваться 20 раз. И я, наверное, в течение месяца наблюдал за его попытками. Успех был переменный, то он делал 17, то 18 раз. Один раз сделал даже 19, но ни разу не мог выбить заветные 20 повторений. Вот как-то раз я посмотрел, как он сделал очередной подход, спрыгнул с турника, и я понял, в чем его ошибка. Я пришел к нему и спросил, почему ты спрыгнул? Он сказал, ну я больше не могу подтягиваться, поэтому и спрыгнул. И здесь я задал ключевой вопрос. А если бы ты повисел еще немного на турнике, смог бы ты потянуться еще раз? Он подумал и сказал, ну да, наверное, я бы смог потянуться еще разок. А если бы ты еще повисел потом, смог бы еще раз потянуться? Это заставило его задуматься. И в следующем своем подходе он буквально вот отдохнул минут 7 или 8, восстановил силы и пошел сделать подтягивания. И он потянулся 23 раза. Конечно, это подтягивания были с паузами. Последние 4 повторения он дотягивал по одному. То есть он подтянулся на максимум, затем начал висеть, повисел, восстановил силы, потянулся еще разок. Снова повисел, потянулся еще разок. И так 4 раза. Он целый месяц не мог пробить 20-ку, а после вот этого вот небольшого совета смог легко преодолеть даже с запасом. И, собственно, суть этого видео именно в этом совете. Если вы хотите увеличить количество подтягиваний, не спрыгивайте. Я вижу это очень часто на уличных площадках. Очень часто я вижу это у людей, которые тренируются якобы на максимум. Но как только они не могут больше потянуться, они спрыгивают. Хотя у них еще достаточно сил, они могут еще висеть и висеть и висеть, отдыхать в висе, чтобы потом сделать несколько повторений. Но вместо этого они отпускают руки и спрыгивают. Если вы спрыгиваете с турника до того, как ваши пальцы сами разогнутся, и вы уже физически не можете его удерживать, то не надо никому говорить, что вы подтягиваетесь на максимум. Потому что то, сколько вы делаете, это еще очень далеко от того максимума, на который вы действительно способны. И эта история, она родилась не сама собой. Я сам через это прошел. Я думал, что я подтягиваюсь на максимум. Выжимаю все, что могу сделать. До тех пор, пока не понял, что я сдаюсь раньше, чем я на самом деле достигаю физического отказа. Я сам решаю, что все, больше я не могу сделать. Я спрыгиваю вместо того, чтобы повисеть и сделать еще, и получить лучший результат, быстрее прогрессировать. Мне потребовалось не один год, чтобы это осознать. Поэтому я надеюсь, что это видео сэкономит вам много времени. И вот еще. Почему я его записываю не на уличной площадке, а на парковке? Потому что речь идет не только о тренировках. Очень часто в жизни я вижу, как люди сдаются раньше, чем на самом деле используют все те силы, которые у них есть, все те возможности, которые у них есть. Они просто думают, что все, больше я не могу. Это мой максимум. И, естественно, как только они начинают думать эту мысль, то силы от них уходят. Но в действительности, если бы они не говорили себе, все, я больше не могу, они могли бы пройти гораздо дальше, сделать гораздо больше. Это касается всех сфер жизни. Это касается тренировок, это касается учебы, это касается работы, это касается отношений. Чем бы вы ни занимались, вы всегда можете сделать больше, чем вам сейчас кажется. Ваш мозг, единственное, что вас останавливает, ваша привычка, посмотрите, просто вернемся к тренировкам, посмотрите вокруг, посмотрите на площадку, посмотрите, как люди подтягиваются на максимум, сколько из них действительно подтягивается на максимум. Это очень очевидный пример. Затем вы можете пойти на работу, в институт, посмотреть, как там люди сдают экзамены, учатся, готовятся, что-то делают. Или посмотрите на отношения между людьми, и вы увидите, вы начинаете обращать внимание на то, что люди на самом деле не выкладываются на максимум, даже близко. А потом, с течением времени, они начинают говорить, что что-то в их жизни не сорослось, что-то не получилось, видимо, звезды не сошлись. Хотя на самом деле, единственный, кто виноват в том, что их что-то не получилось, это они сами. И в первую очередь, потому, что они не выкладывались на максимум. Вот такое видео у меня сегодня. На самом деле, я считаю, что вот это очень важный момент. Тренировки, они, знаете, мы же не спортсмены. Для нас занятие на турниках, на брусьях, это просто образ жизни. Важно то, чему они нас учат. Не так важно, сколько раз ты потянешься, не так важно, сколько раз ты отожмешься на брусьях, не так важно, какая у тебя физуха, какие у тебя большие мышцы. Важно, каким человеком ты являешься. Важно, каким человеком воркаут помогает тебе стать. И главная задача в том, чтобы воркаут помогал стать лучше. На этом все на сегодня. Я по традиции хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает нас на платформе Patreon. Пару видосов мы забывали это делать, но большое спасибо всем, кто это делает. Благодаря вашей поддержке мы постепенно, постепенно набираем уровень. Ну, а на этом все на сегодня. С вами был Антон. Канал Воркаутфит из городских улиц. И до встречи на уличных площадках вашего города или на парковках. Может быть, с кем-нибудь пересекусь и там. Пока.